Депутат Государственной Думы Георгий Карлов во время рабочей поездки в Аху побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Семена Никитовича Соболева. Он привез ветерану очередной том альманаха о сахалинцах, которые защищали родину во время Второй мировой войны. Вы же знаете, что мы делаем наш проект победителей? Нет. Нет? Вот тот самый случай, когда я вам про него расскажу. Это уже пятый том. Предыдущие все четыре мы делали для того, чтобы всем нам сахалинцам, хурильчанам, особенно молодому поколению, стала понятна и интересна жизнь наших ветеранов, которые воевали независимо от фронтов и на Западном фронте, и на Дальневосточных фронтах. И не только ветераны войны-солдаты, а также труженики Трудового фронта, даже дети войны. Но всех объединяет одна история, что они попали на Сахалин. В 1945 году и начали строить советский Сахалин. Уникальность этого издания в том, что мы разговариваем от первого лица, то есть с людьми, участниками непосредственными. К сожалению, многие из них уже ушли из жизни. А те ветераны, которые, к сожалению, их сегодня нет, но о них остались, во-первых, добрая память их семьи, детей, внуков, документы, фотографии, письма и прочее. И сегодня наши сахалинцы и курильчане к нам постоянно их присылают. И мы их размещаем на страницах этого издания. Пятый том «Альманаха» посвящен Курильской десантной операции 1945 года. Для этого в прошлом году была организована специальная экспедиция на Курилы. Шестой «Альманах» уже верстается. И в него авторы хотели бы включить историю ахинского ветерана Семена Соболева. Сегодня Семену Никитовичу уже 96 лет, но он ведет активную общественную жизнь. Продолжает писать картины. Напомним, он член Союза художников России. А недавно вышел в свет двухтомник ветерана, вспоминая былое давнее. Мы постараемся, во-первых, извлечь самое важное отсюда. Мы сделаем такой прямой репортаж от вашего лица, чтобы вы его нам подписали обязательно. И мы вам подписали эти книжки? Конечно. Нет. У вас такой почерк каллиграфический. Очень красивый почерк. Семен Никитович Соболев – ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий, орденоносец. Сразу после Великой Отечественной он приехал на Сахалин и работал в нефтегазовой отрасли. Здесь прошла вся его трудовая деятельность до самой пенсии, на которую ветеран ушел в 70 лет. Зачем мне нужны деньги?